Интересный вопрос о Щелкове недавно услышали. Вопрос, на который ответ, казалось бы, не нужен, но оказалось нужен. Почему перед Центральным дворцом культуры стоит памятник Пушкину? А кому же еще стоять перед главным учреждением культуры, которое и само является частью улицы, носящей имя великого русского поэта? Улица Пушкина получила свое название еще в 50-е годы, когда был разработан первый проект планировки и застройки города Щелково. Кстати, тогда был вариант названия Пушкинская. Генплан предусматривал строительство на этой улице дворца культуры и парка, опять же, культуры и отдыха, которое и началось в 1957 году. Спустя несколько лет появился и памятник Пушкину. Перед дворцом культуры сформировался сквер, и скульптура стала его композиционным завершением и украшением. Вот как наш Пушкин тогда выглядел. Поэт стоял, заложив руки за спину и смотрел чуть влево от улицы Парковой. Автор неизвестен, скорее всего, это был типовой Пушкин. 2 сентября 1990 года в день города Щелково состоялось открытие нового памятника работы народного художника Российской Федерации Вячеслава Клыкова, который сам приезжал на церемонию. Напомним, знаменитый скульптор, например, является автором памятника маршала Жукова в Москве на Манежной. Бронзовая фигура нашего Пушкина стоит, прислонившись к античному столбу, вершину которого венчает символ поэзии – крылатый конь-пегас. Так символически Клыков отразил значение творчества поэта в мировой литературе и величие его гения. Постамент памятника делала строительная группа городского парка. Скульптуру отливали непосредственно в мастерской Вячеслава Клыкова. И еще одно наблюдение. Некоторые люди, особенно иногородние, называют Центральный дворец культуры ДК Пушкина. Видимо, тоже из-за установленного перед ним памятника. Так вот, это ошибка. Никогда наш ДК так не назывался. Долгие годы был районным, теперь центральный, но никакого Пушкина в названии нет и не было. А вот территорию перед ним раньше иногда называли Площадью Пушкина. Например, именно так она подписана на фотографии щелковского фотографа Рудольфа Плахина. И также в заметке об открытии памятника Пушкину в газете «Время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова